привет сегодня мы посмотрим такой небольшой видео обзор процесса монтажа водяного теплого пола вот у нас как вы видите уже выложена теплоизоляция достаточно плотная надежная то есть там где-то 45 плотность вот мы имеем уже такие бортики помещения потому что у нас еще будет делаться стажка чистовая то есть у нас тут еще уровень поднимется минимум на сантиметров 8 сейчас происходит процесс укладки сетки армирующие именно на нее мы будем закреплять трубу теплого пола дом у нас будет каркасный утепленные минеральные ваты поэтому теплопотери нас будет минимальная и теплого пола будет хватать с лихвой это будет основное отопление в принципе даже если у нас было здание кирпичное там теплого пола конечно же все равно хватит он может полностью абсолютно полностью заменять радиаторное отопление сетка у нас взята с ячейкой 15 сантиметров вот так мы разложили сеточку тут у нас уже выведены все коммуникации санузлы туалет там канализация то есть все все конечно же предусмотрено все это обозначено точно на планировке еще у нас будет конечно сохраненные фотографии для того чтобы если в будущем будем выполнять какие-то работы и нам придется пробивать бетон мы понимали где это можно делать итак сейчас приступим к укладке трубы трубу мы взяли термостойкую то есть ту которая может выдерживать работать с температурой 70 80 градусов на постоянной основе то есть это такая труба который можно было бы даже соединяется радиаторы понятное дело в водяном теплом полу у нас будет от 35 до 45 градусов но все же труба должна быть такая чтобы она могла полностью выдерживать горячую воду на постоянной основе вот у нас есть специальный размотчик очень удобно таким образом укладывать трубу мы будем делать петли длиной не более 80 метров в принципе допускается скажем так укладка трубы большей длины если это будет там 85 там и так далее то принципе ничего страшного не произойдет я не рекомендую укладывать трубу если уже уж очень холодная погода потому что тогда не поддатливая в работе вот лучше чтоб температура была выше 10 градусов как вы видите у нас все трубы сходятся к одной зоне там будет установлен коллектор в данном случае выбран способ укладки двойна двойная улитка простите двойная змейка труба имеет кислородный барьер очень качественная вот вы увидели мой секрет это мой размотчик в общем берете просто основание это может быть какой-то поддон так чтобы труба если что могла крутиться поставили ведра накидывали накидывали туда какого-то веса чтобы они скажем так не совались когда вы будете разматывать трубу вот и вот 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 это вот круглое основание будет крутиться и будет легко вам разматывать трубу как вы видите мы закрепили трубу на стяжке стяжки не стоит сильно затягивать то есть и повреждать трубу не надо чтобы труба сильно придавливалась к сетке достаточно чтобы она просто сохраняла свою форму была на своем месте и когда у нас будет заливаться бетон она никуда не ерзалась простите в начале ошибся сказал что ячейка 15 сантиметров ячейка 10 сантиметров а труба уложена с шагом 20 сантиметров дом находится в достаточно теплой умеренной зоне поэтому тут не нужен шаг укладки 15 или 10 сантиметров шагов 20 сантиметров для каркасного утепленного дома будет вполне достаточно в некоторых зонах мы ложили обычную змейку то есть в начале в зонах которые ближе к стене ведь потому что вот там надо именно вот чтобы была более горячая зона более горячая вода от подачи вот сюда у нас будет установлен коллектор в будущем вот а сейчас вот мы сделали вот такой вот такую вот как бы подобие коллекторной балочки нам надо закачать давление чтобы когда будут уже делать бетонную заливку труба была под давлением ну вот в общем вот так вот мы сделали всю эту работу то есть еще мы поклеим демпферную ленту по стене перед заливкой бетона и в принципе будет все готово спасибо за просмотр ставьте лайк подписывайтесь на нас хорошего вам дня